Шалом дорогие друзья, с вами снова Александр Блент. Сегодня мы немного поговорим о Талмуде, точнее о тех высказываниях в Талмуде, которые записаны там о Ешу из Назарет. Талмуд рассказывает о Ешуа довольно мало, большая часть высказываний все-таки вне Талмуда, у разных средневековых сборников, типа Тульдот Ешу, учение о повешенном и так далее. Ну и в самом Талмуде мы видим историю о том, что Ешу из Назарета отправился со своим учителем в Египет, там засмотрелся на красивую горничную в гостинице, и в ответ на замечание учителя обозрелся и отпал. Мы видим историю о так называемом солдате Бен Пандира, о том, что Ешуа это Мзер, незакурнорожденный ребенок. В более поздней литературе мы видим, что Ешуа из Назарета украл какое-то тайное имя Всевышнего, Бен Пандира хитрым образом вынес его из храма и с его помощью творил чудеса. Можно еще много перечислять, так или иначе, у нас много высказываний о Ешу, которые христиане нам могут разозлить, рассердить, и он просто может не знать, как к этому относиться. Собственно, об этом и вопрос. Как относиться к такого рода высказываниям? Если мы немножко обратимся к еврейскому взгляду на Мессию, мы знаем, что есть Мессия сын Иосифа и Мессия сын Давида. Указывает нам на определенные прообразы. Есть Иосиф и есть Давид. Кто такой Иосиф? Почему Мессия сын Иосифа? Обычно традиция говорит, что Мессия сын Иосифа это погибающий и умирающий Мессия. И на самом деле Мессия сын Иосифа пропадает. На него сердиты, на него злятся его собственные братья. Он находится в конфликте со своей семьей. Его считают погибшим и умершим. Он на самом деле жив. И не только жив, но и воцарился над язычниками. Воцарился вне Израиля. Достиг там высокого положения. В той среде, где нет ни израильских богов, ни самих израильтян и так далее. То, что мы знаем о Иосифе, то, как описывает это Тора. И похожую параллель мы можем провести здесь из Ишуа. Есть многие исследователи и проповедники, которые на такие параллели указывают, это то, что история Иосифа, она параллельна истории Ишуа. И как патриархи, сыны Израиля, ругались Иосифу, враждовались Иосифом, так и здесь происходит то же самое. Народ Израиля враждебно относится к Ишуа. Более того, если мы посмотрим книгу, которую сложно обвинить в ненависти к Ишуу, если мы посмотрим Евангелие от Матфея, первая глава Евангелия от Матфея, самородословная Матфея прибылит родословная, упоминает четырех женщин, четыре сомнительные связи среди предков Ишуа. Мы знаем, есть история Лота и его дочерей, пренеприятнейшая история. Если мы обратимся к еврейскому Медрашу, к еврейским параллелям, мы видим, что ангелы в Медраше, в еврейской традиции, спасают Лота ради Мессии, который должен выйти из него. Другая история. Иуда и Тамар. Что-то вообще удивительное. Тамар переодевается в блудницу, садится у дороги. Иуда, сын Якова, праведник, сын праведника, казалось бы. Он не проходит мимо блудницы и обязательно заворачивает к ней. Что говорит об этом Медраш? Что говорит об этом традиция? Что ангел подтолкнул Игуду войти к Тамаре ради Машиаха. Как говорят русские, Христа ради. Дальше связь Ишоба, Нуна и Боаза и так далее. Связи, которые говорят о каких-то проблемах, о каких-то ущербностей родословной. Если мы вспомнили Боаза и можно вспомнить Ишая, который был отцом Давида. И тут можно привести такой довольно малоизвестный Медраж о Давиде. Ишай на каком-то этапе задумался, может ли Мавитянка присоединиться к Израилю. Не может, он уже родился от Мавитянки и он решил, что он не может продолжать жить со своей женой, мамой Давида, которую звали Ницавид Адулям, Ницавид Бат Адулям. И он ее отослал, то есть она жила в шатре, но он не входил к ней. Каким образом такого рода празелит мог жениться, он мог взять себе из кананских рабынь девушку, которая прошла Гьор, и она становилась его женой, и тогда его дети были кошерны. Он сказал своей служанке подготовься и сегодня ночью войдешь ко мне в обмен на вольную. но она послушала свою госпожу мать Давида, которую мы уже упомянули, звали согласно традиции Ницавида Адулям, она вошла вместо своей служанки, Ишай таким образом возлег со своей собственной женой, от этого был зачат Давид, но Ишай все время подозревал Давида в том, что это нам Женщина и ее сын 28 лет жили отдельно Давид был таким прислужником в семье он работал скот по скот и в общем-то с этим обвинением с этим постоянным сомнением рос Давид Я рассказываю это казалось бы уходя от темы просто указываю на определенные параллели из еврейской истории для Матфея было важно показать вот эту ущербность родословной мессии когда далеко не все святое чисто в его родословной это же даже параллельно самой истории которую рассказывает Матфей о зачатии Ишу о том, что было подозрение в адрес Марии Давид, который жил под подозрением вы можете сказать мне и скажете мне безусловно что это Медраши что мы не обязаны ему верить но для человека который жил те времена это безусловная и абсолютная правда то ожесточение которое есть у народа Израиля на Мессию на Ишуа оно и рождает подобные реакции подобные домыслы подобные инсинуации в отношении Ишуа о том как он был рожден почему он был рожден так каким образом он творил чудеса это все плоды ожесточения но они эти плоды очесточения если мы смотрим на историю являются частью замысла Всевышнего являются тем что Всевышний предусмотрел мы видим это в отношении даже того как Ишуа написано Матфея мы видим это в отношении Давида мы видим это в отношении Иосифа мы знаем что родной брат Иакова ненавидел Иакова и Иакову пришлось бежать таких историй масса и если предположить что рассказывал Исаф своим детям об их дяде о Иакове то может быть мы тоже увидим что-то довольно таки нелицеприятное там в этом отчасти корень того что у евреев есть такие рассказы о Ишу почему они стали популярны какое-то время стали они популярны из-за того что христиане постоянно несли евреям какое-то дурное свидетельство что христиане устраивали погромы налеты и так далее как реакция на это в тени костров в тени в отблесках Алтадефе и рождались подобные рассказы о Ешу из Назарета вместе с тем нужно знать что это не единственная такая вот реакция такой подход он не единственный был довольно авторитетный раввин по имени Яков Эмден который говорил о том что христиане просто исказили учение Ешу из Назарета а на самом деле Ешу из Назарета действительно хотел научить язычников семи заповедей Блиноха что это был Мессия который изначально послан к народам мира но народы мира не поняли его учения и поэтому искажает его то есть подходов много хотя в основном подход конечно это насмешки пренебрежение иногда общаясь с ортодоксальными евреями видишь что это очень неприятные мерзкие я бы даже сказал насмешки но тем не менее эта ситуация как мы видим то что испытывал Иосиф то что вероятно использовал от своих братьев Давид и так далее здесь нету чего-то что не укладывалось бы в исторический замысел Всевышнего как мы это понимаем может возникнуть вопрос как относиться к тем людям которые придерживаются такого мнения Ишуа я тут должен сказать сразу что в подавляющем большинстве все медраши преданий и так далее которые касаются Ишуа интересует очень узкий круг людей 90% из которых христиане для евреев все эти медраши все эти предания и так далее находятся на такой периферии еврейской традиции что средний иудей среднестатистический иудей и даже больше того продвинутый иудей знает об этих медрашах чуть больше чем средний баптист отчетий именей то есть практически это мало кому интересная традиция для чего это важно это важно для того чтобы слушатели понимали часто говорим о том что эти иудеи они ругаются Иисусу они отрицаются Иисусу и так далее на сегодняшний день нету проповеди Мессии Иешуа для иудеев для тех кто живет в том мире для которых эти медраши актуальны никто не пришел не рассказал им о том об этом на их языке это ожесточение ожесточение народов на Израиль оно тоже есть и вот интерес к этим медрашам там где он есть и у кого он есть он академический эмоций по отношению к Иешуа пытаются иудеями постольку поскольку участвуют под каким-то духовным воздействием а в общем и целом иудеи сегодня равнодушно индифферентно относятся к Иешу из Назарета и то что они о нем так мало знают это в большей части не доработка церкви если вы видите какую-то такую реакцию у евреев если это вас возбущает в правильной реакции прежде всего будет молитва молитва о том чтобы пришли люди которые способны иудеям на их языке рассказать об их мошенях для этого нужно уметь жить по-иудейски иначе свидетельства принято не будет представьте себе что я или кто-то очень похожий на меня нацепит значок хочешь похудеть спроси меня как я не пробовал но осмелюсь предположить что желающих спросить меня как похудеть будет не так много точно так же происходит зачастую происходит когда евреи сталкиваются с каким-то миссионером который говорит о какой-то абстрактной святости он не видит как не выглядит как человек у которых святости можно учиться поэтому ему чем идти к иудеям чем начинать проповедовать лучше просто выйти в клеть помолиться к этих иудеях о том чтобы Бог послал грамотных людей на эту проповедь и соответственно так же можно поддержать те кто уже занят этой грамотной проповедью и это лучшая реакция на мой взгляд на все инсимуации Талмуда и других ровнистических источников в отношении Ишуа спасибо за субтитры за субтитры